Что мне делать, чтобы Господь услышал молитву мою? Если желаешь приносить Богу молитву, то испытай прежде ум свой и устрой так, чтобы, когда будем говорить, умилосердись надо мною, и ты был бы милосердным к умоляющим тебя. Когда будешь говорить, не помяни моих согрешений, и ты не поминал бы согрешений ближнего своего. Когда будешь говорить, не помяни моих грехопадений, вольных и невольных, и ты не памятовал бы обид, которыми был огорчен. Если этого не сделаешь, то в суе будешь молиться, и Бог не услышит тебя, как свидетельствует Святое Писание. Так в Евангелии Господь заповедует молиться таким образом. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». «Ащебо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». И в Евангелии Луки говорит «Отпущайте и отпустят вам». Как надо поступать при виде соблазнов? Если ты видишь соблазны вокруг себя, обращайся от них к святилищу твоего духа, и они легко останутся вне тебя. Гнетут ли сердце твое обиды? Обращайся к живущему в тебе духу благодати, и они составят евангельское блаженство. Затрудняют ли путь твоей жизни мрачные обстоятельства? Держись помазаннее, ежи и мышь и от святаго, и оно научит тебя всему. Изнемогают ли в чем твои силы? Ты и прежде не должен был надеяться на них, а теперь опытом убеждаешься прибегнуть к силе Божией, которая любит совершаться в наших немощах. «Часто слышу от тебя, Отче, терпи с благим упованием, доколе же терпеть?» Область терпения широка и протягивается в долготу всей жизни человека, равно как объемлет собою и все судьбы человечества в мире сём. С терпением человек приобретает и сохраняет все блага, успевает в предприятиях, достигает исполнения желаний, безвредно выдерживает прирожение зол. Вышит из терпения, он тотчас в опасности утратить благо и пострадать от зла, или, что более бедственно, сделать зло. Без терпения нет подвига, а без подвига нет добродетели, или дарования духовного, ни спасения, ибо Царствие Божие нудится. Что потребно, чтобы всегда быть спокойным и ничего не бояться? Дабы иметь всегда покой, не должно полагаться на свои силы, а постоянно поучаться в Божественном Слове. Оно нам – опора, крепость и спокойное пристанище. Есть в Священном Писании обетование Господне, которое для нас стена и ограда. Господь нам сказал «Аз с вами во вся дни, до скончания века». Как возлюбить Господа Иисуса Христа? Всего более укрепляет и усиливает любовь нашу ко Христу. Сердечное размышление о страданиях Христовых. Для сего хорошо всякий день по утру выбирать какое-либо одно из страданий Христовых, обстоятельно размышлять о нем и чаще вспоминать о нем в продолжении дня. От сего всегда получим дар терпения, кротости, ежедневного произвольного умерщвления и благодарной, совершенно преданной любви ко Христу. «Как ты проводишь время?» – спросили пришельцы одного, почти не умевшего читать, пустынника. Пустынник сказал «Спаситель наш даровал меня зрением, и я все смотрю». На что? На страсти Христовы. Они всегда у меня пред глазами. В них я нахожу все, что мне нужно. И никто так не прилеплял меня любовью ко Господу своему, Иисусу Христу, как дарованное им мне зрение. Все мы, без исключения, можем подражать всему пустыннику. Чем предостерегать душу свою от пристрастия к тленным вещам? Благоговейным и благодарственным размышлением о благодати и величии души. Представь себе, как на картине, обширное пространство земли, и рассмотри беспристрастно вещества, наполняющие ее, сколь они ничтожны покажутся тебе в сравнении с достоинством души человеческой, возведенной Божиим человеколюбием, священно-тайне, до степени совершенства, равно ангельского. Из всего увидишь, что всякая вещь до крайности малоценна пред высоким благородством души христианской. Кая польза человеку, говорит Господь нам, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Если ж это так, то подумай, несравненно худшее, недостойно быть любима преддрагоценнейшим и без сравнения лучшим, то есть тленное вещество преднетленной и бессмертной душой. Посему правильная любовь к своей душе требует ревновать о дарованиях благих духовных для спасения нашего полезных, а не увлекаться пристрастием к тленным вещам, немогущим насытить бессмертную душу. Почему время земной нашей жизни весьма важно? Время земной нашей жизни весьма важно, во-первых, потому что оно коротко и неизвестно, когда кончится. Время земной нашей жизни весьма важно, во-вторых, потому что оно невозвратно. Время земной нашей жизни весьма важно, в-третьих, потому что оно назначено для исполнения многих весьма важных дел. Время земной нашей жизни весьма важно далее, потому что оно находится в связи с нашей вечной жизнью. Наконец, время земной нашей жизни для нас крайне важно, потому что только в настоящей жизни дается нам благодать Божия, а посему только в настоящей жизни мы можем делаться способными получить вечное спасение, постоянно пользуясь Божией благодатью к нашему спасению. Лежит человеку единую умрете, потом же суд. Каким образом избавиться от развлечения мысли во время молитвы? Молясь устами, молись и умом, то есть устремляй ум в силу слов молитвы. Если по немощи или прелогу вражию увлечешься среди молитвы размышлением о каком-либо предмете, то ощутив свою неусмотрительность в том, вздохни с сокрушением ко Господу и с жаром углуби свое внимание в молитву. Всегда поступай так и ощутишь пользу. Постоянство ума и бодрственность привлекают в душу особенные дары благодати. Как избавиться мне от застарелых греховных привычек? Как змее не можно совлечь себя старой своей кожей, если она не проползет сквозь тесную скважину или ущелье? Так и мы, застарелых своих во грехах привычек и греховной одежды ветхого человека, совлечь себя не можем, если не будем ходить по тесному пути воздержания и самоотвержения. Как должен я творить милостыню? Твори милостыню так, чтобы и шуица твоя не знала, что творит десная твоя. Что такое есть свобода христианская? Это есть даруемая нам благодатью Господа Иисуса Христа Нравственная сила противиться греху и побеждать зло и вместе творить дела благие или служить правде Божией, как говорит апостол, «свобождься от греха, поработистися правде». Совершенство христианской свободы восходит постепенно через подвиги душевного делания и самоотвержения, через усиленную борьбу духа с плотью, так что постепенно возрастает перевес первого над последнюю, пока, наконец, истребится в нас совершенно семя или начало греховное, и воцарится в нас правда Божия о Христе Иисусе Господе нашим.